Всем привет! Какая ситуация уйдёт из вашей жизни навсегда? И каким будет ваш новый путь? На смену старого всегда приходит что-то новое. Нужно это чётко для себя понимать. Давайте посмотрим, что же от вас уходит, за что вам не следует держаться больше. Итак, уходит от вас ситуация, связанная с женщиной. Мечевая дама, авторитарная, дерзкая, властная, интриганка, обманщица. Вы пострадали от этой женщины. Почему-то карты говорят о том, что она виновница ваших неудач. Скажем так, большинства ваших каких-то сегодняшних проблем. Король мечей. Здесь мужчина ещё есть. А здесь мужчина. Здесь цель рассорить вас, видите? Рассорить. Закончить эти отношения. Некая дама почему-то решила, что вам пора закончить эти отношения, что, возможно, мужчине эти отношения не нужны, либо вам они не нужны. Некая женщина всё-таки присутствует. Ну, здесь по Верховной Жрице, конечно, могли быть применены магические воздействия. Потому что рассорка. Просто рассорка могла быть. Сделали на то, чтобы люди перестали друг друга слышать, понимать. Ну, судя по тому, какие карты выходят, сделали, конечно, на рассорку. Вы, наверное, почувствовали, что в какой-то момент вам стало очень трудно общаться. Как будто друг друга перестали слышать. Это именно магическое воздействие, потому что Верховная Жрица часто показывает такой момент. Чем обернётся для вас эта ситуация? Чем обернётся для вас эта ситуация? Поскольку общий расклад здесь, конечно, не только о личной жизни. Может быть, на работе у вас есть какая-то конкурентка, женщина, которая ведёт себя не очень честно. Может быть, кто-то, кто хочет занять ваше место. Может быть, ваша начальница. Кто-то, кто, скажем так, пользуется своими должностными обязанностями, своим каким-то превосходством над другими. И могла стать она провокатором какого-то конфликта с важным для вас партнёром. Не обязательно с мужчиной, но с важным для вас в работе человеком. И здесь магия была применена опять же. Так, я спросила, что вас ждёт после вот этой ситуации. Видите, что магия, она нейтрализуется абсолютно. Может быть, на какой-то период времени действительно это работало, сработало. Но Туз Пентакли говорит о полной нейтрализации. Это карта наивысших достижений, удачи, преодоления, помощи высших сил. Помощи высших сил, конечно. Потому что здесь, когда вопросы о магическом воздействии, здесь уже Вселенная берёт эту ситуацию на свой контроль, под свой контроль. И всё будет так, как должно быть. Вот эта карта часто, да, Туз Пентакли говорит о том, что всё вернётся на круги своя. И вам не стоит переживать о том, что та несправедливость, которую вам пришлось терпеть, будет дальше процветать как-то. Нет. Туз Пентакли говорит о том, что удача будет на вашей стороне. Возможно, вы долгий период находитесь сейчас в ситуации, когда эта женщина на троне, она руководит, она впереди, да, куда-то там далеко от вас уже, значит, вырвалась вперёд. И вам кажется, что она счастлива за счёт своей наглости и обмана. Но это далеко не так. Поверьте, что это временный момент. И здесь ваша удача, она ещё впереди. Здесь какой-то ваш выход на сцену будет ещё. То есть точка в этой ситуации не поставлена. Каким будет ваш выход? Давайте посмотрим, каким человеком, да, какой Личностью она вас увидит через некоторое время. Но человеком, который просто, знаете, ушёл, мудро, мудро ушёл, она понимает, что, ну, как-то ей интеллектуально или духовно до вас далековато. Вы как-то отвернулись от этой ситуации и просто отошли в сторону. Вы понимали, что бороться с этим бесполезно, что у вас нет шансов, да. И вы просто отошли от этой ситуации, как сторонний наблюдатель были долгое время. Просто наблюдали, вот куда всё это придёт, да. Вот она вас в такой виде. То есть, видите, она не воспринимает вас как-то агрессивно. Она не считает вас конфликтным человеком. Она удивлена тем, как вы себя повели. Как-то очень спокойно. Вот как-то очень спокойно. Вы просто отвернулись и ушли, да. Ушли, ну, какую-то свою жизнь, да. Вот начали какой-то, может быть, новый путь, какой-то другой путь. Её это удивило. Её это удивило. Она ждала от вас какой-то ответной реакции. Карта суд. Ну, видите, что здесь будет какое-то воздаяние. Я спросила, как она вас видит, да, увидит вас в будущем. Карта суд. Она поймёт, что, ну, что ей откуда-то что-то прилетело и догадается за что. За её обманы, за её интриги, за вот эти все вещи некрасивые, магические, которые были сделаны на вас. Карта суд – это мощная карта. Это, знаете, когда нейтрализуется негатив, и каждый получает своё суд, да, вселенский суд, одним словом. Поэтому ударит её как-то, ударит. И многое она осознает, многое поймёт. Каким будет ваш новый путь? Каким будет ваш новый путь? Троечка кубков. Ну, замечательная карта, да, здесь. Без комментариев люди поднимают кубки. Люди радуются, люди что-то празднуют. Это, конечно, успех. Это победа, да, очень похоже на то, что вы осознаете, поймёте, что вы в этой ситуации победили. Это, наверное, нелёгкая победа. Но всё-таки результат, который вас не просто порадует, а который воодушевит. Вы ещё раз убедитесь в том, что в этом мире всё справедливо, да, что справедливость есть, действительно. Она действительно есть, есть эта справедливость. Просто нужно время, да, часто проходит большое количество времени, несколько лет. Мы уже не ждём какого-то возмездия вообще, что Вселенная как-то нам поможет в этой ситуации. А в результате получаем успех. Успех, радость, праздник, понимание того, что всё действительно встало на свои места. Давайте расшифруем эту карту, что для вас встанет на свои места. Что для вас встанет на свои места? Очень много жезловых карт. Во-первых, вы получите возможность действовать. Какие-то у вас сейчас есть рамки. Может быть, эта женщина создала вам ситуацию, когда вы не можете действовать так, как хотите. Но девятка и тройка жезлов, они говорят о том, что... И ещё у нас старшерка-андурак, да, обнуление этой ситуации, то есть путь освобождается. Какое-то новое начало, этот путь будет более чист и светел, потому что вам уже эта женщина не преграждает путь. И, соответственно, вы получаете возможность реализовать то, что давно хотели. То, возможно, что она от вас отвела, да. Вот чему она препятствовала, преграждала. А здесь, конечно, ваши действия. Свобода действий. Вы обретаете свободу действий. Ну, здесь карты о прошлом немножко рассказывают о том, что, конечно, вы получили такой какой-то колоссальный удар. Или вот эта несправедливость, может быть, сама по себе вас ранила. Такое вот отношение какое-то к вам некрасивое, да, нелицеприятное. Вы, может быть, к этой женщине совсем по-другому относились, а получили удар в спину, да. И здесь на паузу жизнь ваша как будто бы вот стала, всё остановилось, нет никакого развития, нет продвижения, отчаяния. Моменты такого, знаете, депрессивного состояния, да, проиграются у многих. Ну, посмотрим всё-таки, какие карты перекрывают эту ситуацию. Ну, смотрите, кто-то ещё страдает, кто-то ещё страдает, мужчина какой-то страдает. Если эта женщина стала разлучницей, может быть, ваша соперница, да, или, ну, любое третье лицо, то здесь, конечно, страдает и мужчина, это однозначно. Очень, посмотрите, как он ранен, очень переживает человек тройка мечей, конечно, да. И причём, видите, как почему-то эта история ударила ему по его финансовой сфере, по деньгам. Он очень переживает за работу, за свою финансовую сферу, за какие-то деньги, может быть, переживает. Что вас ждёт с этим человеком, с этим мужчиной? Ну, по карте тройка пентаклей это какое-то взаимодействие. Опять же, может быть, разговор о финансах какой-то будет, потому что нужно что-то прояснить, ситуацию открыть, да, вывести какие-то факты на поверхность, понять, почему он связан по рукам и ногам. Этот человек не свободен, видите? Ну, там, где финансы, там, где деньги, там всегда много ограничений каких-то, потому что это документы, а это всё серьёзно, там оговоренные сроки, там что-то подписано, какие-то взятые обязательства на себя. Я могу так сказать, этот человек взял на себя какие-то довольно-таки тяжёлые обязательства. Но там однозначно что-то нечистое. И какую-то роль в этом всём сыграла эта мечевая дама. То есть она его, видите, как, может быть, хотела удержать чем-то, да, и обязала его на бумаге. На бумаге у них скреплены обязательства. Потому что мужчина выбраться из этой ситуации самостоятельно не может. Он либо понимает, что он понесёт большие потери в бизнесе, в работе, либо что-то ему угрожает, да. Но вот он понимает, да, что безвыходное какое-то положение, и что пока он должен быть с этой женщиной в союзе. Ссориться с ней он тоже не хочет. Он понимает, что эта ссора принесёт ему негативные последствия, которые ему не нужны. Что вас ждёт? Примирение вас ждёт. Мир. Карта мир. Примирение, нахождение компромисса. И на дне, видите, тоже десятка пентаклей. Десятка пентаклей. Ой, ну да, пентаклей. Замечательнейшая карта. Говорит о том, что будет проявлено благоразумие. Пентакли — это часто именно благоразумие. То есть отношения построены по принципу благоразумия, по принципу понимания, вхождения в ситуацию другого человека. Вы разберётесь в этом всё. Вы поймёте, где причины. Может быть, действительно поймёте, что эта женщина стала причиной ваших проблем. Здесь доверительное какое-то общение, разговор о ситуации, вывод на поверхность всех вот этих скрытых моментов и обретение взаимопонимания, примирения. Ну вот к чему вас, собственно говоря, подводит Вселенная. Да, карта, достала ещё одну карту, захотелось очень почему-то. И это Иерафант, Старший Аркан. Это мудрость. Это ситуация, когда вы познали вмешательство третьего лица, весь негатив и всю болезненность вот этой проблемы вашей. Познали жизнь сполна, да, зло и добро. Цель познания, вернее, цель жизни — это познание добра и зла. Вот вы это познали сполна. Эту ситуацию она вам, видимо, была, не видимо, а точно, да, по Иерафанту послана свыше. Этот урок, который вас на самом деле, ну, скажем так, возвысил, вы перешли на следующую ступень своего личностного развития. Вот так. Ничто не происходит просто так, да. Вы повзрослели, вы всё равно сделали правильные выводы. Может быть, стали терпением, менее эмоционируете теперь. Научились философски подходить к любой проблеме, к личностям, да, к людям, которые негативят, завидуют и так далее. Но вот здесь трансформация тоже какая-то произошла у вас, и у вас, и у этого мужчины. И вы станете другими людьми более дипломатичными. Вот такой момент. Вам станет проще общаться друг с другом, намного проще. Лучше будете понимать друг друга. Ну, потому что это лицо, третья женщина, она же всё время встревала между вами. Поэтому и конфликты, и ссоры какие-то периодические были неприятные, да, моменты между вами. Всё это мешало и, в конце концов, рухнуло, как я понимаю. Но идёт к тому всё, что будет восстановление этой ситуации. Но опять же, если это вам нужно, да, если, может быть, вы не заинтересованы в прошлом, хотите нового человека, всё равно, да, карты показывают, что вы познали эту ситуацию, отработали эту историю свою для того, чтобы появился кто-то новый. Потому что карта Мир может показывать, конечно, и нового человека, новый этап в вашей жизни, начало чего-то, нового, да, обновление, перезагрузка чего-то. И Король Пентакли, обеспеченный человек, может прийти в вашу жизнь. Смотрите, как бы, да, что можно, берите из общих раскладов то, что нужно вам. Берите это, делайте запрос во Вселенную, и будет вам дано. Вот такой расклад. Надеюсь, что информация была для вас полезна. Напоминаю, что вы всегда можете найти меня на других платформах, помимо Ютуба. У меня есть канал на Рутубе, ВКонтакте есть страничка, и на Яндекс.Дзене. На Яндекс.Дзене бывают чаще. Переходите, подписывайтесь. Там, кстати говоря, я отвечаю на ваши вопросы. Один раз в месяц делается специальный пост, где вы можете задать вопрос и получить ответ абсолютно бесплатно. Все для вас, мои дорогие подписчики. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok